Друзья, всем привет! Вы на канале Катя с вами. Мы сейчас приехали в Болховский район, в деревне, в которых была радиация. Да, в 1986 году здесь тоже была волна этой радиации. Хочется найти все-таки жителей этих деревень и пообщаться с ними. Как их затронула эта чернобыльская радиация. Поэтому смотрите мой видеоролик до конца, ну и, конечно, ставьте палец вверх. А мы поехали. Так, друзья, мы сейчас ехали и заехали в одну деревушечку. Не знаю, что это за деревню, честно. Но здесь машины не ездят. Мы помудрились проехать, здесь в основном все пешком. Мы думаем, что не живет, не живет здесь. Животник такой, видите, уже ушел. Может, не знаю. Дорожки прокоптаны. Никого нету. Трактор. Мужчина какой-то, знаете, дольчик может быть. Здравствуйте. Здравствуйте, меня Екатерина зовут. Мы снимаем фильм про вашу деревню. У вас здесь в 1986 году была тоже радиация, правильно? Да. Можете рассказать что-нибудь о ней? Зона отселения. Да. Как вас зовут? Людмила Сергеевна. Людмила Сергеевна. Скажите, как эта деревня называется? Поселок Можок. Можок. А рядом Бабинка. Ага. Бабинки нет. Нет, Бабинки нет радиации. Но она... А мы в зону отселения. Павлова, Болхов. Поселок Можок. Он был, поселок-то у нас. Пять домов. Пять домов. И вот буквально прошлый год сгорели. Погорели. Дома сгорели, ничего себе. Все погорело. Там все погорело. Одна я осталась тут. Вы одна остались? Ничего себе. И главное, подошел огонь. Вот, под яблоки. А от чего пошел огонь? От Коля? От чего вон пахали. И кто, докажешь. Ну, а люди хоть живы? Люди, да. Люди живы. Они уходили... Это... Ну, приезжали на лето. Ага. Вот. Скажите, сколько вот... Получается, пять домов, да? Вообще, сколько всего здесь было домов? Я тут 72-го года. Угу. Ну, вот, которые погорели прям. Сизов, Павлов. То есть, тут и немного было домов, да? Да, пять домов. Вот тут еще дом был. Пять, то ли, шесть домов. А вот напротив... Это бабинка. А, бабинка. Через дорогу, да. А, там сколько-то тоже пять домов? Тоже шесть домов, да. Ну, там живут. Я смотрела, там мы сейчас заедем, посмотрим. Там дымок идет. У вас... Ну, и я топлю тоже. Вы это, дровами топите? Дровами. Нету, да, у вас? Да, да печка-то у меня как. Печка... Раньше-то и печку мы топили. А теперь печка, и рядом комбинированная. И паровая. А у вас газа нету у вас? Газа нет. И не проводи, и не думают проводить за вас? А у нас не думают проводить. А, ясно. Потому что неренитабельные мы. Наблизну провели, а мы нет. Я, правда, не подавала это, а бабинка подавала. Вот. И что, им отказали? Отказали, вернули деньги. Ясно. Скажите, вот в 86-й, да, была радиация. Вам предлагали уехать там? Что? Как вообще все это проходило? Ну, нам предлагали вот здесь вот зацементировать. Под стеком вот. А. И мы вот здесь вот, где вы идете, я дорожку цементировала вот тут вот, чтобы радиация. А что, если цементом не будет радиация? Ну, вроде сказали зацементировать, а мы это. Картошку не предлагали зацементировать? Асфальт мы, баллоны, баллоны у нас такие газовые, и вот мы асфальт постелали, а баллоны мы этим катали. А, все, поняла. Ребята мои, два сына. А жилье не предлагали вам? А? Жилье переехать? Нет. А я сегодня сижу и говорю. У меня один, ну, два сына в Болкове живут. Угу. Я говорю, наверное, напишу я Путину письмо, чтобы мне хоть бы вот дом я оставлю, а мне бы одну комнатную квартирку. Уже 73-й год. Угу. Вот. Я говорю, одну комнатную квартирку бы мне дали, и я бы рода без памяти. Угу. Скажите, а вот когда радиация была, как-то пострадало здоровье, там, овощи которые? Конечно, здоровье. Во всех щитовидка. У меня был диффузно-узловой зоб. Вот. Я. И сейчас у меня лейкоциты повышенные. Я с семнадцатого года наблюдаюсь в ОПРе. Угу. В пятьсот пятом кабинете. Приду, посмотрю, проверяю здесь, в Болкове, меня и рентген там. Но вам чернобыльские платят, да? Ой, ничего там, пятьдесят рублей за проживание. Серьезно? Да. Говорю, ну что это, глянь, и говорю, два батона, и то дороже. Да, но дороже, но там сколько, двадцать семь? Раньше платили очень хорошо. Угу. Платили. А сейчас нет. До какого года? Ой. И, наверное, вот, да как платили нам за проживание, хорошо. Где-то девяносто девятые годы, вот, до девяносто девятого года. А потом, вот, сравняли, и то, что было у нас, у нас пенсии, радиация повышена была. Теперь у бабинки больше, а у нас меньше. Хотя тут всего лишь там, да, там, пятьсот метров, ну да. А вот раньше держали скотину? Держали. Говорят, ну, рождались телята, там у них отклонения были. Нет, у меня не рождались, как обычно. Все так же, да? Ну, чувствовала, радиация чувствовалась, вот. А я как раз в этот день, как помню, вот, мы полоска, там стирались, а вот речка, где вот течет, колодец там, вот туда, я молодая-то была, и на ведра, и так на плече носила, и полоскались мы на речке, на этой, полоскались. Вот. А здоровье, конечно, и ноги болят. Вот. Какой у вас самый такой запоминающий день в жизни? Самый лучший? Ой, я несчастливая. Муж был инженер, механик, я работала банка, заведующая банком Гнездилова, проработала с 79-го года по 2000-й год. Вот, вот, все, мне исполнилось 50 лет. А супруг? А супруг кончил, это, высшее образование, он тут пять лет учился на механик, инженер-механик. И что, ну что у нас в деревне, с утра до вечера в колхозе, а мы, теперь вот у меня восемь грядок земли, восемь вот она. Картошку сажать? Да, картошку, а то он оттуда и дотуда. У нас картошки было, мы издавали, мы все делали, вот работали, вот доработались, вот, то и от радиации. Ну, руки тоже, да? Все, да. Вот, и ноги наступать на подошву, тоже больно. Вот тут был лед сильный. Ой, да и у нас, я скажу, я из Орла, ну мы из Орла, вот, и у нас там тоже не вообще просто... Все забыли про песок и соль, ужасно, очень много людей ломалось, жутко. Ну, не ломалось, а ходить, и вот подошву, вот, прям до того больно наступать. Ну, живем. А дрова как заготавливаете на зиму? Дрова покупаем. Вы покупаете? Да. Вы с супругом живете? Нет, я одна живу вообще, супруг умер 10 лет назад, а дети, один, прям вот, как в езде, и я еще вот в Болхово, на Газовом, другой на Ямской живет. Ну, это вот вы вместе там собираетесь? Собираюсь, я уж пока живу, вот тут домик, он не хуже, трактор стоит. Трактор супруга, да? Да, да. А дети ездят на нем? Вот Пашит мне сын, Пашит, тоже. Скажите, вот там дом, да, у вас, там кто-то живет же, да? Никто не живет. Никто не живет. Было-то хорошо, была, приезжали сюда, все погорело. Нет, вот этот, который стоит терпичный. Ну, вот этот-то он весь, все погорело около него, вот дошло меня, вот до сих пор, и я сгорела. Ничего себе, ничего себе. И там, да, там тоже живет. А там совсем... Кошмар. Все начисто, такой ветер был. Вам повезло, да, вы, получается, и одни остались. И говорят, а сейчас собаку от меня, куда-то убежала, лаечка была, хорошая собачка. И вот то ли волки, кто... А волки есть здесь? Да сказали, что вроде бы волки ходят. И вот загнали собаку, и не... Ой, ну надеемся, что это не волки. Давно ушла собака? Четырнадцать дней вот уже. Четырнадцать дней. А может она старенькая была? Молодая. Молодая. Вот третью зиму она. А я маленькую мне купили, принесли вот такую. И она, да. Ну что? Ладно, было приятно с вами познакомиться. Спасибо, да. Поедем, доедем до другой деревни. Да, да я говорю, хотя бы, сколько раз говорю, хотя бы, ну хоть бы 300 рублей бы заплатили за проживание, что мы тут живем. Ну что, это 50 или 81 рубль. Вон мы где-то. 81 рубль платят. Да, 81 рубль, да. Даже 80... Дают вам 81 рубль, да? Да-да-да-да. Кошмар. Это чуть добавили. Ну, может добавить, посмотрим. Меня многие смотрят. Пенсию тоже добавили мне полторы тысячи. Я как в Беркасе заработная плата была хорошая. И то. Говорю, да что ж вы, мне тоже мало начислить. Ну, нет-нет, там опять пересчитали. Ну, теперь вот еще добавили. Вот, 21 тысячу я получаю. А вот машины, две машины я покупаю рубленые уже, все. Сын тоже у меня, это, как ее... А к сыновьям не хотите переехать, не зовут? Да буду, а куда вот буду, пока вот живу я. Пока вот у меня еще ходить можно еще, ну. Ну, еще годочек, наверное, да? Еще помеете здесь, да? Ну, годочек, может быть, два, может быть, три и все. Куда к сыну? А сколько вам получается лет? Мне 72, 73-й пошел. Восьмого декабря. Я поняла. Ясно. 73-й год пошел. Ну ладно. Что, я вам желаю здоровья, не болеть всего. Очень приятно было познакомиться. А я-то говорю, глянь, я закрываюсь, потому что кто знает. Ну, конечно, правильно, правильно. Хорошие, добрые люди, значит, это, подойдут. И то, не то мне открыть, не то нет. Ну, вот, гляжу, выйдет. Ну, ладно, спасибо вам большое. Вам спасибо, до свидания. Посмотрите. Чтобы хоть бы до 300 рублей за проживание-то, господи, боже мой. А что теперь война? Вот племянник у меня вот уехал вчера. Вот третий раз поехал. Опять, уже там же, опять. Ведь идете на передовой. И как, жалко, невозможно, прям жалко. Думаю, скоро закончится все. Ладно, до свидания. До свидания, спасибо. Ну что, друзья, сейчас мы побывали в одной деревне. Пообщались с замечательной женщиной. Вот она здесь живет, платит. Представляете? Вот эти чернобыльские, можно сказать, 81 рубль. Что такое 81 рубль? Это копейки. Она хочет, конечно, видите, пожить еще годика три и все-таки уехать к сыновьям. Конечно, хочется и отдельное жилье, но, к сожалению, этого не может быть. Мы проедем все дальше. Еще недалеко находится другая деревня. Пообщаемся там с жителями. Поехали. Здравствуйте. А вы здесь живете? Хотела бы с вами поговорить. Можно пройти? Как вам? Мне Екатерина зовут. Я снимаю фильм про вашу деревню. Была напротив деревни. Там одна женщина живет. Вот. И заехала в вашу. Хотела узнать. Вот у вас в 86 году, ну, тоже Чернобыль, да, вас захватил? Я из Москвы. Я живу здесь только 10 лет. А, вы только 10 лет, да, здесь живете? Да, всего здесь 5 домов живых. А, стареньких никого нет, чтобы поговорить? А старенькие все поумирали, потому что онкология. А, онкология из-за вот этого всего, да? Вот мы какую пьем. Потому что нам Чернобыльские еще до сих пор доплачивают. Женщина сказала, вообще 81 рубль платит. Говорит, вообще ужас. Ну, да, сказали, что как бы уже это остаточные эти, но какая разница? Кто нам правду скажет? Ну, да, да. Где набираете? Это продают, я заказывала. А, это вам сюда привозят, да? Да, вот небольшая телега, 9 тысяч. 9 тысяч? Да. Надолго хватает? Ну, значит, мне на зиму надо 2,5 телеги, вот считай. 2,5, кошмар. Эта зима очень снежная и очень холодная. Очень. Там что морозы были, вот сейчас немножко спала, а то вообще прям... Ну, да, да, да. Вы подавали, да, на газ, но вам отказали. Отказали, да. Потому что мы ездили в Волхов в администрацию. Значит, сказали так, что вы хотите, у вас всего, значит, там 5 жилых домов. Нерентабельно. Нерентабельно. А по-хорошему, у нас же газ здесь проходит. И в этой трубе, то есть вот ее где-то лет 8 назад, наверное, проводили. У нас сначала денежки взяли, потом нам денежки вернули. Сказали так, что там свой сельсовет, а у вас свой сельсовет. То есть два сельсовета при одной власти договориться никак не могли. Значит, нам отказали. Вот. Но в трубе, которая проходит, там они хитро сделали. Там есть вентиль для того, чтобы... Потому что это труба высокого давления, от нее сразу везти нельзя. Нужно ставить эту, ну, такую, короче, понижающее давление. ППРЖ, ну, как-то она вот так вот называется, короче. Надо ее ставить, тогда от нее можно развести газ. Понятно, а ее и не ставят. Да, то есть перед выборами нам голову подурили, сказали, что сдавайте документы. Мы все документы собрали, все поздавали. А потом пришли бумажки. И сказали. Что считается, что это не до газификации, а что, значит, нужно делать отдельно такой этот план. Но это совсем другие деньги. Ну, понятно. И никому ничего не нужно. Администрация наша, мы не нужны. Но по-хорошему, деньги были выделены. Потому что мы относимся к Гнездилову. У них газ есть. Серьезно? Да. То есть они себе там газ... Ну, а вы разговаривали по этому поводу? Уговорили им? Разговаривать бесполезно. Мы никому не нужны. Вообще, конечно. Вот у нас Данилов, он там вот эта, была пожилая женщина. Тоже на двух стульях как бы сидела. Она и пенсию получала. Угу. И зарплату здесь. То есть она сидела, ничего не делала. Вот сейчас пришел Данилов. Вот уже сколько? Год больше. Хоть бы приехал к нам и спросил. У нас даже воды нету. Даже воды нету? Да. А где вы берете воду? Значит, питьевую воду мы ходим все к речке туда, на родник. Угу. А здесь у нас вот колодец есть. Но вода в нем техническая. Пить ее нельзя. Здесь раньше была очень большая деревня. Здесь было около 180 дворов. 180, ничего себе. Да. Ну, и школа была тут, и, значит, здравпункт. Все это было. Как говорят. И колодец у нас был 18 метров туда вниз. Угу. Вот. Ну, с годами это все заилилось. Это все делать надо. И никто ничего не делал. Вот то, что кольца стоят, это люди сами. Потому что когда совсем все развалилось, то есть воды у людей не было, а скотина есть, ее, значит, это поить надо. Получается, вас, можно сказать, бросили, да? Ну, вообще, да. Ну, и если администрация нам открытым стеклом говорит, что, значит, надоел ваш аппендикс, это ваша бабинка, значит, когда вы тут все этот... Кошмар. Чтобы нас больше не беспокоили. А тут одни пенсионеры, мы никому не нужны абсолютно. А вы в каком доме живете? Вот мой дом. А, вот этот дом. А то я туда проехала, проехали туда, стучалась, там никто не открыл. Ну, мы же побоялись, не знаю. А там бабушка одна, она, может, и плохо слышит, и, скорее всего, не... Она, ну, совсем такая пожилая. Вот. А совсем туда вдали, вот этого Данилова, два дома, они их даже вот продать не могут, потому что ни воды, ни дороги. А пытаются, да, продать? Ну, хотели в свое время, да. То есть объявления давали, но люди приезжают, сумму говорят большую и продать ничего не могут. Скажите, а вот, ну, вообще, чем можно было бы, ну, в деревне помочь? Может быть, да, ну, обратились бы. Ну, у нас сейчас самый первейший газ, потому что будет газ, это будет тепло. Газ. Будет тепло и вода. В общем, если вы говорите, вы к одной деревне, у деревни то есть, а у вас нету. Вот газ проходит около нас. А сколько хватает вот этой тележки вам? На день? Нет, это много на день. Вообще, дом деревянный, и топится два раза, утром и вечером. Утром и вечером. Ну, а охапка такая хорошая, утром такая охапка такая. Ну, это на два дня, получается, да, на три, да, где-то? Ой, это вообще не горит. Это я... В смысле не горит? Так. Ну, это береза, береза не горит? Не горит, потому что я в этом году делала крышу, у меня все деньги ушли туда. Вот это все нужно было покупать летом, чтобы оно постояло в сарайке. А, о, зачем? Они мне привезли, они свеженапиленные, они сырые. Сырые, кошмар. И они не горят. Кошмар. Значит, вот я набираю охапочку, ношу на печку, вот она у меня, я ее протоплю, немножко времени пройдет. Я потом это все разложу, чтобы оно подсохло. Вот день-два, потом это только можно, оно будет гореть, а так оно не горит. Спасибо, что привезли еще, ребята, потому что очень снежно в этом году. Да, вот Вавульчка жаловалась, говорит, вообще очень холодная тоже, говорит, заехать куда-то в лес и там, где они заготавливают, а то довезти, это очень большая проблема. Мне привозили эту телегу двумя тракторами, потому что, скажите, а вот елки, вы сажали? Елки муж мой покойный сажал, да. Такие красивые. Говорю, никому абсолютно мы не нужны, абсолютно. А вот то, что вот здесь вот растительное, это у людей есть свой трактор. Ну да, я видела там много. Да, вот поскольку, говорю, у них ребенок вот часто болеет, он здесь у бабушки, и для того, чтобы, значит, можно было ездить, они сами за свои деньги, на свою солярку, вот это все делают, чтобы можно было дорогу. Да, конечно. А если вот они бы не чистили, я бы вообще не пристали, чтобы мы здесь делали, потому что до автобуса бывает, что так заметет, невозможно, а вот за водой я же тоже с санками хожу. Не проедешь. Далеко, да, за водой? Ну да, может быть, если пешком-то пройтись, прогуляться, то ничего. Это, знаете, вот если туда... Нет, ну летом еще как-то, да, зимой вот так вот, да, идти за водой, это же кошмар какой. 21 век ходите за водой. Ну вот только одни люди напротив, потому что они нанимали бару, прокопали, и у них туда, оттуда качают. Но бывает так, что настолько мало воды, и отключают свет, у нас здесь еще и свет отключают периодически. Еще и свет отключают. Кошмар вообще. Вот когда света нет, у них воды в доме тоже нет. Ну поскольку я привожу свою, значит, у меня вот в водейках. Так что, говорю, ну, надеюсь. Купила я, то есть, вот как чемодан, который нести без ручки, нести тяжело, и бросить жалко. А потом, говорю, вот я на пенсию вышла, ну что мне в Москве сидеть в этой коробке каменной? Ну да. Такой колодец. Здесь только техническая вода. Вот видите, вот здесь потеплодится сами жители, ставили за свои деньги. И вода, к сожалению, только техническая. Ужас вообще. Я вот как раз снимаю заброшенные деревни, знаете, так вот, истории людей. И вот у вас прям действительно заброшенная. Я вот только не понимаю, почему, говорю, мы относимся к гнездилу, почему, когда там проводили газ, почему... Мы вот когда стали документы все это сдавать, я же туда ходила, и я у них спрашивала, почему. Значит, они говорят, что типа мы предлагали людям, люди отказались. А кому предлагали? Где эти бумаги? Я не уточняла, кому. Я сразу спросила, покажите хоть один документ, где люди расписали, что они отказываются. На этом разговор был закончен. Ну что, друзья, вот так у нас заканчивается этот видеоролик. Мы побывали в Болковском районе, в двух деревнях, которые находятся напротив друг друга. И жители мечтают только о двух вещах. Это о газе и воде. Да, в 21 веке жители живут и буквально выживают в этой своей деревне, что в одной, что в другой. Газа у них нет, хотя у соседних деревень он есть. Почему, непонятно. Вода также у них техническая. И чтобы взять питьевую воду, они идут чуть ли не несколько километров, чтобы набрать воду из родника. На самом деле жутко. Я очень надеюсь, что все-таки администрация видит этот видеоролик и предпримет какие-то меры. Потому что жители там есть и хочется им действительно помочь. Напишите, пожалуйста, в комментариях свои эмоции и впечатления. Ну а я с вами прощаюсь. С вами была Катя. Всем пока.